12 фактов об апостолах. Апостол в переводе с греческого означает посланник. Этим словом посланник по-еврейски молех в Ветхом Завете обычно назывались ангелы Божии, которые являлись пророком. И Господь наш Иисус Христос, как Бог, посылает как ангелов своих апостолов возвещать людям, возвещать всему миру Евангелие Царствия Божие. Интересно, что в Ветхом Завете этим словом обозначались не только ангели, но и сам Бог, который являлся пророком. Так, например, в книге Исход в третьей главе ангел Яхве, ангел Господень является Моисею, а через несколько стихов оказывается, что это сам Господь, сам Яхве, Бог Авраама, Исаака и Якова. Объяснение этому мы можем найти только в догмате о троечности лиц в Боге. Бог Отец посылает своего сына, который и беседует с святозаветными пророками. Второе. Апостолов было не 12, а гораздо больше. Ближайшие ко Христу были 12 апостолов, и Господь избрал еще 70 апостолов. 12 по числу колен израилевых, 70 по числу народов. Третье. Из 12 апостолов 3 были ближайшими. Их Господь брал для того, они стали свидетелем каких-то важнейших событий. Так, например, Петра, Иакова и Иоанна Господь возводит на Фаворскую гору, где преображается перед ними. За несколько дней до этого он сказал, есть некоторые из здесь стоящих, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И через шесть дней преобразился перед ними. То есть апостолы стали свидетелями Царствия Божия, пришедшего в силе, увидели славу, божественную славу Господа нашего Иисуса Христа. Они были свидетелями воскрешения дочери Иаира, а также они были свидетелями гефсиманской молитвы Христа. Четвертое. Апостол Павел является как бы 13 апостолом. Он не принадлежит к числу ни 12, ни 70. Он был призван отдельно уже после смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, когда Павел шел в Дамаск для того, чтобы там сажать в темнице и передавать на мучения христиан. Несмотря на все это, он сделался первоверховным апостолом, как и апостол Петр, потрудившись больше всех. Память первоверховных апостолов Петра и Павла совершается 12 июля, а на следующий день, 13 числа, празднуется Собор 12 апостолов. Пятое. Четыре апостола записали Евангелие. Это Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Двое из них принадлежат к лику 12. Это Матфей и Иоанн. И двое к лику 70. Это Марк и Лука. У каждого из евангелистов есть свой символ. Это человек с крыльями, лев, телец и орел. Эти символы восходят к видению пророка и языки, или когда он увидел славу Божию и у престола Божия неких животных, херувимов с четырьмя лицами, лицом человека, льва, телца и орла. Блаженный Иероним, объясняя это видение, говорит, что под четырьмя лицами здесь, по всей видимости, были показаны евангелисты. И каждому из евангелистов он присваивает свое лицо, свой символ. Делает это на зависимости от того, как евангелисты начинают свое повествование. Матфей начинает с человеческого родословия Господа нашего Иисуса Христа, поэтому ему присваивается символ человека с крыльями ангела. Марк начинает повествование с проповеди Иоанна Крестителя в пустыне. Пустыня обиталище львов, поэтому символом Марка становится крылатый лев. Лука начинает повествование с храмового богослужения. Храмовое богослужение, в частности, заключалось в том, что священники приносили жертвы, и одной из жертв был телец. Поэтому символом Луки является крылатый телец. Ну и, наконец, Иоанн Богослов начинает, не случайно у него такое наименование богослов, начинает с возвышенного богословия, с предвечного рождения Сына Божия, Слово Божие от Отца. Поэтому он получает символ орла. Как орел выше всех птиц, так и евангелист Иоанн поднялся выше других евангелистов. Шестое. Некоторые апостолы имели жен. Так, например, о том, что апостол Петр был женат, мы узнаем из Евангелия, где говорится, что Господь наш Иисус Христос исцелил его тещу. Также первое чудо Христос совершил на браке в Кане Галилейской, где воду превратил в вино. По церковному преданию это был брак одного из апостолов, а именно Симона Канонита или Симона Зелота, он так еще называется, потому что принадлежал к партии зелотов. Седьмое. Практически все апостолы, кроме Иоанна Богослова, закончили жизнь мученически. Так они засвидетельствовали свою веру Христу. Апостол Петр был распят вниз головой, поэтому крест его изображается перевернутым. На престоле римского папы перевернутый крест является не сатанинским символом, а это крест Петров. Апостол Андрей Первозванный был распят на кресте в виде буквы Х, поэтому этот крест получил название Андреевского, и он теперь украшает Андреевский флаг. Апостол Павел был усекнут мечом. Восьмое. Апостолы, как нам рассказывает книга Деяний Апостольских, рукополагали диаконов, пресвитеров и епископов церковных. От них православная церковь ведет свое преемство, то есть от любого священника можно возвести цепочку к самим апостолам, поэтому наша церковь православная называется церковью апостольской. Девятое. Почти все апостолы имели по два или три имени. Так, например, Петр назывался Кифа и Симон. Левий Матфей, Нафанайл Варфоломей, Фома Близнец. Иуда Иаковлев имел имя Фадей и Левий. Десятое. Один из апостолов Иуда оказался предателем. Часто люди далекие от церкви, антицерковники, антиклерикалы указывают на каких-то недостойных священников и таким образом пытаются показать, что церковь растеряла свою благодать, что в церковь ходить не нужно. Но один из 12 это 8%. Если сейчас даже набралось бы 8% недостойных священников, даже условно назовем их иудами, то это было бы из 40 тысяч примерно 3200. Если бы 3200 священников оказалось иудами, это было бы в рамках, так сказать, первохристианской общины. Но таких священников гораздо меньше, единицы. Иуда после своего предательства свел счеты с жизнью. О нем сказано, что он повесился в другом месте, что он не заринулся. Объясняют это таким образом, что он повесился над обрывом и ветка сломалась, он упал и таким образом он и повесился и не заринулся. Книга о деянии апостольских рассказывает нам, что на его место в качестве 12 апостола был избран апостол Матфей. Не путать с Матфеем Левием Евангелистом. Мы с вами знаем, что при жизни своей Христос посылал учеников на проповедь и дал им власть совершать чудеса, изгонять бесов, исцелять болезни, воскрешать мертвых. Посылался со всеми остальными апостолами и апостол Иуда. И Иуда творил чудеса. То есть мы с вами видим, что ни честь апостольства, ни дар чудотворения не гарантирует, не гарантирует ни спасения, ни места, так сказать, в Царстве Небесном. Не случайно поэтому Христос говорит, что в тот день, в день суда, многие мне скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем изгоняли бесов, воскрешали мертвых и совершали чудеса, а я скажу вам, отойдите от меня делающие беззаконие, я никогда вас не знал. То есть даже дар чудотворения и воскрешения мертвых не гарантирует нашего спасения. 11. Апостол Павел показал замечательный пример того, как нужно вести миссионерскую деятельность. Когда он проповедовал Афининам, он не обличил их в том, что они совершают жертвоприношение идолам и молятся в своих языческих капищах, а он постарался найти что-то хорошее. И поэтому, когда он обращается к ним, он говорит, по всему вижу, что вы как бы особо благочестивы, потому что, обходя ваши жертвенники, это языческие капища, я увидел жертвенник неведомому Богу. Вот его-то, которого вы неведая чтите, я вам и проповедую. Поэтому, когда мы хотим проповедовать иноверцам, мы должны не заниматься шапкозакидательством, а найти что-то хорошее, какую-то зацепочку и через это найти ключ доступа к этим людям. В связи с этим мне удивительно, что я недавно на своем канале опубликовал суру из Корана. Я пою ее на арабском языке. Сура Аль-Фатика, которая в молитвах мусульман используется, как у нас, отче наш. И некоторые православные меня обвиняли в каком-то экуменизме и отступлении от церкви. Хотя, когда я пою эту суру, в конце является икона Господа нашего Иисуса Христа с подписью «Царь судного дня». Дело в том, что в этой суре говорится о царе судного дня, Малеке Яумеддин. И я показываю, кому единому слова этой суры могут быть приложены. Ничего такого, чего не сделал апостол Павел. И двенадцатое. В 51 году, когда проповедь апостолов уже распространилась и христианство стали принимать многие язычники, Господь умножил чудеса среди языческих народов, которые совершались руками Петра и Павла. Появились некоторые люди, которые стали утверждать, что язычники, обращенные в христианство, должны соблюдать весь закон Моисеев и в том числе обрезываться. В связи с этим был собран апостольский собор в Иерусалиме в 51 году, на котором выступали апостол Петр, апостол Павел, а закончил, подвел итог апостол Иаков, епископ иерусалимский. И на этом соборе было принято решение не возлагать никакого тяжкого времени на язычников, обращающихся в христианство, не соблюдать им все постановления закона и не обрезываться, а было сказано, что они должны воздерживаться от идола жертвенного, от крови, удавленены и блуда, и не делать другим того, чего не хотят себе. И этот апостольский собор послужил образцом для созвания других церковных соборов для решения каких-то важных вопросов, в том числе Вселенских соборов.